Всем привет! Меня зовут Михаил Родин, это журнал «Прошлое» и наш проект «Кроус Роудс 2» — своеобразное виртуальное продолжение научного проекта, который возник на излете Холодной войны, когда американские и советские археологи объединили свои знания и музейные коллекции для того, чтобы понять, как развивались циркумполярные народы. Этот проект мы делаем в соавторстве с археологом Игорем Чичушковым и Иваном Семьяном. В одной из наших недавних программ американский археолог Аарон Кроуэлл рассказал об археологии Русской Америки. Он показал, насколько объемнее и сложнее и интереснее выглядит картинка освоения Северо-Запада Америки русскими колонистами, если мы смотрим на нее с точки зрения археологии. Сегодня мы поговорим с Гаязом Самигуловым, с тем, чтобы сравнить материалы, которые происходят из Сибири, Урала и Дальнего Востока. Выясняется, что мы не можем говорить просто о русских колонистах и местном населении. Сегодня мы поговорим об интересах разных групп. Например, русское государство, местные правители этих колоний, русское купечество, русские промышленники, а также о местном населении, местные элиты, местное простое население, разные этнические группы, которые ведут разные хозяйства. И сегодня мы попытаемся распутать эту сложную историю проникновения, скажем мягко, российского государства на территории Сибири, Дальнего Востока и Аляски. Но по традиции в начале выпуска я благодарю наших подписчиков, тех людей, которые снабжают вас современной, научной, качественной информацией об истории. Если вы хотите влиться в их ряды, вы можете оформить платную подписку на нашем сайте прошлой.ком.slash.donate или воспользоваться сервисом patreon.com, если вы живете за рубежом. Гаяц Хамитович, наверное, у меня такой будет первый вопрос. Вот вы знаете, что нам рассказал Аран Кровелл. Для вас, как для историка, насколько вообще интересно привлечение именно археологических материалов в эту тему? Как вы считаете, насколько оно перспективно и дает ли оно более глубокую и разнообразную картинку, чем то, что мы видим чисто в письменных источниках? Нет, археология, безусловно, важна, необходима, поскольку, собственно, я в историю пришел из археологии и занимался как раз-таки археологией нового времени. Того периода, когда, казалось бы, максимально все закрыто письменными источниками. Но это достаточно иллюзорное представление, поскольку в действительности есть очень широкий спектр вещей, в первую очередь материальных, но не обязательно материальных, которые не попадают в письменные источники по определению. Мои любимые примеры, наверное, если вы будете читать любые тексты практически, кроме совсем узкоспециальных, например, описания инструментов какого-нибудь завода до XVIII века, там могут быть уточнения какой-то топор конкретный. Ну и то это для человека современного почти ничего не говорит. Там обычно пишется узкий топор, широкий топор. В ходе раскопок XVIII века мы, скажем, нашли только в Челябинске, не считая, скажем, слоя других городов синхронных, очень представительный ряд разных вариантов топоров, которые практически сосуществовали в XVIII веке. И, естественно, из текстов любых источников мы этого не поймем в принципе. Погребальный обряд – аналогичная ситуация. Никто не описывал, как хранили людей. Потому что, вроде как, это же была самособразумеющаяся вещь. И т.д. и т.п. Поэтому мы в виде материалов археологических имеем очень существенное дополнение для формирования наших представлений о осматриваемом периоде, будь это XVI век, XV, XVIII – это одно. А второе, есть еще один аспект, который весьма важен. Как бы то ни было, прошу прощения, письменные источники, они достаточно субъективны. В силу массы факторов, позиции автора, попытки что-нибудь скрыть в ходе какого-нибудь расследования и так далее. То есть разные есть забывчивости. Человек, который писал документы и указал не все, что там, скажем, сопутствовало на каком-то событию и т.д. и т.п. А если мы находим какой-то предмет в слое, то он там однозначно есть, и он такой, какой он есть. Все. То есть мы можем отдавать интерпретацию, почему этот предмет там оказался, почему он такой. Но сам факт его наличия, он остается фактом. И как остается фактом, его внешний вид, да, его параметры, материал, из которого он изготовлен, и т.д. и т.п. То есть очень, ну, мой любимый, опять-таки, пример по этому поводу – это нательные кресты, которые мы находим в погребениях, которые на большом количестве, да, это такой массовый материал для XVII века, XVII в меньшей степени. И, в общем, оказалось, что у подавляющего большинства, мягко выражаясь, православных похороненных в XVIII веке, нательные кресты содержат титул царь славы, которые, в общем-то, характерны, если брать формально, для крестов старобряческих, по такой принятой, да, классификации. Крестов с НЦИ, Иисус Нарисца и Иудеи почти нет. Ну, или, скажем так, их ничтожно мало. И я не знаю, чем это объяснить. Понятия не имею. Но это факт. Это, в принципе, достаточно неопровержимый, скажем так, факт, который есть. И он идет в разрез с представлениями об истории, ну, скажем так, формирования, да, иконографии пластики. То есть я это к тому, что археология на самом деле важна. И она, то есть данные археологии, они должны учитываться. Другое дело, что мы зачастую берем археологические коллекции, предметы, как не то, что вещи в себе, да, но вещи в узком контексте. Вот как раз вывести их в широкий контекст и рассматривать вещи самых разных памятников синхронных. И, ну, скажем, выстраивать их возможные связи, да, либо отсутствие связи, констатировать. И на основании этого делать уже какие-то выводы, реконструкции и так далее. Вот это задача, которую мы только ставим пока что, к сожалению. Окей, хорошо. Тогда переходим к следующему, наверное, самому главному и важному вопросу. Аарон упомянул проблему неравенства, неравномерности, точнее, процессов на уровне микрорегионов. Ну, то есть он говорил о том, что положение местного населения в факторе и вдали от нее достаточно сильно отличалось, в том числе и по материальной культуре, и по взаимоотношению с русской властью мы говорим о завоевании русской Аляски, русской Америки. Но есть еще проблема в неравномерности такого, я бы сказал, на уровне макрорегионов. То есть мы говорим о том, что завоевание и эксплуатация сибирского ханства это одно, а Аляски другого, другое. Вот что вы можете сначала рассказать о микрорегионе? Вот то, что он упоминает про то, что в самой фактории, там, где была сильна русская власть, положение местного населения было совсем другим. Видите ли вы это по своим материалам? В русских селениях, будь то строги, большей частью... Пардон за тавтологию, селения селились, но тем не менее. Селились большей частью уже крещенные местные жители. То есть некрещенные оседали крайне редко. Вот это ситуация, которая, наверное, все-таки отличается. Опять-таки в рассказе коллеги из США, я сам не занимался Аляской, честно скажу, и Кадьяком. Я не могу сказать, насколько эта тенденция была характерна для тех территорий. Были ли окрещены те представители местного населения, которые проживали в русских факториях? Или в русской фактории, там, поселке Шелихово конкретно, да? Не знаю, просто не имею такой информации. В случае с русскими селениями, большей частью укрепленными в Сибири, не русское население, которое там проживало, не христианское, да? Возьмем так, шире несколько. Это, скажем, служилые татары. Этот момент был, да? Но это однозначно группа служилого населения в рамках государства. Даже не союзники, это, собственно говоря, другая группа служилых, подданных российского государства. А вот что касается тех групп населения, которые платили ИСАК, то их переход в города, построги, поселки, насколько я знаю, в большей степени был связан именно с процессом крещения. А процесс крещения – это чаще всего постепенный переход, зачастую из исачного состояния, другое, да, податное, либо служилое, возможно, вполне. И следующее, после крещения у довольно большой части местного населения происходил процесс обрусения. И вот здесь есть разница разных территорий, скажем, в Верхотузском уезде местные вагулы, принявшие крещение, зачастую оставались на земле, имеется на земле не столько пашни, да, сколько на своих охотничьих уборьях. Скажем, уже в XVIII веке там ни имена, ничего, ни... То есть у них были русские имена, русские фамилии зачастую, но они были исачными вагулами. Если мы возьмем в XVIII веке Туринский уезд, где местные татары исачные были окрещены еще в XVII веке, ну, скажем, большая их часть, она перешла в состояние крестьян скорее. Какая-то часть еще вотчинников оставалась исачных, из туринских крестьян, но их было уже немного. К концу XVIII века, ну, скажем, весьма небольшие цифры. Делать какие-то однозначные обобщения, касающиеся больших территорий, ну, сложно, я бы сказал, да. Потому что процессы происходили постоянно. Пардон за такую банальность. Процессы самые разные. Крещение – это была одна из задач, стоящих перед священниками, перед епархией Тобольской. Крещение, повторю еще раз, зачастую вело к постепенному обрусению крещеного населения. Но параллельно этому происходили процессы, которые с крещением не связаны, но тем не менее, да, они, так сказать, местные совершенно. То есть были какие-то группы, скажем, служилого населения, которые переходили, ставь исачно, например, служилые остяки были такие, да, бывшего Котского княжества. Есть ситуация с отторжением земель местного населения исачного, которая, опять-таки, могла сказываться различным образом на ситуации. То есть часть просто могла креститься, потому что им проще было креститься и стать, ну, скажем, крестьянами, да, полно говоря, нежели продолжать платить исак на оставшихся кулачках территории. Другие просто уходили в другие уезды. То есть это все процессы, которые в силу того, что территория, как бы то ни было, огромная. Население не было статичным. Но исходно, да, это все-таки в честной степени охотники, хотя часть из них там в южных территориях занимались и земледелием. Тем не менее, они вполне себе, скажем, подвижны, достаточно подвижны для того, чтобы оперативно сменить место проживания. Ну, если мы возьмем, в общем-то, историю русского переселения в Сибирь, то тоже это вроде как крестьяне, да, это оседлое население, оно снималось со своих территорий в Европейской России и перебиралось в Сибири. И в Сибири зачастую два-три раза менялись место проживания в течение буквально полувека. То есть на самом деле для этих территорий такая не то чтобы общая черта, но в какой-то степени... То есть люди, которые одни вынуждены были в силу, скажем, изменившейся обстоятельств приспосабливаться к меняющемуся миру, да, и так или иначе менять свой статус либо социальный, либо менять свои местоположения, другие пытались улучшить, скажем, свое положение, поискали, где удобнее, да, где, скажем, семья плодороднее, где выгоднее условия. Там были люди, например, из русских христиан, которые переселялись несколько раз, поскольку сначала они поселялись в одну слободу, там был льготный период, они заводили хозяйство, все замечательно, потом льготный период заканчивался, как-то начинались подати, да, становилось менее интересно. Они находили из новых переселенцев людей, которые сядут на их землю, в их двор, продавали зачастую свой двор, да, вот вам все есть, все замечательно, сидите, живите спокойно, ничего не будет беспокоено, единственное, подайте, платите. А сами снимались, уходили в новую слободу. Опять-таки на льготный период, но у них был, естественно, уже нажитый скот, у них был какой-то капитал нажитый, да, то есть такие вот переселения в поисках, точнее сказать, след за выгодными условиями, скажем, проживаниями. Это было, и я тут недавно в одной тоже передаче рассказывал, что в XVIII веке, когда строили заводы, вот эта вот ситуация пространств, она тоже сказывалась своеобразно достаточно. Асокин, приступая к строительству Низипетовского завода, просил, чтобы ему разрешили использовать крепостной труд на строительстве, потому что тогда установки были труд, что труд должен быть наемным. Он писал, что, да, кинул клич, приходят люди, он подписывает с ними договор, платит аванс, они больше не появляются. То есть это тоже такое проявление, скажем, определенной группы, да, населения, тех самых гуляющих людей и прочее, которые как бы не были особо привязаны никакому месту, не были привязаны никакому занятию принципиально и просто, скажем, приспосабливались к существующей ситуации. Подносно такими широкими мазками, но это к тому, что на самом деле, когда мы пытаемся какую-то одну краску найти для описания ситуации, какой-то характерный штрих один, этих штрихов очень много, они очень разные на самом деле. И если смотреть с разных сторон, то получается очень разная картинка. Ну да, насколько я понимаю, тут еще очень сильно отличаются вот разные штрихи, разная краска по макрорегионам, да, то есть я попытался сначала разобраться с микрорегионами, имеется в виду, вот внутри, вокруг, предположим, центрального русского поселения. А если говорить про макрорегионы, давайте обозначим место Аляски вообще в этой структуре завоевания Дальнего Востока, Сибири, Русской Америки, Российской империи. То есть чем отличалась Аляска по своему положению ее местное население просто в силу географии? И какие там были цели и задачи? И чем они отличались от того, что было, например, на территории бывшего сибирского ханства и Дальнего Востока? И, может быть, полярного? Аляска, естественно, стоит несколько особняком, хотя бы потому, что это территория, до которой можно было добраться только по воде. При всех прочих параметрах основная связь даже с самыми отдаленными уголками Сибири и Дальнего Востока была посушена. То есть сухопутные пути оставались основными. То есть были, да, примеры морских путешествий, морских походов, но они, в принципе, являются не то чтобы исключениями, но и такими достаточно редкими. То есть регулярных маршрутов по большому счету не было. А вот то, что касается Аляски, то это заморская территория, выражаясь таким языком. Здесь я вступаю на зыбкую почву предположения, поскольку в действительности здесь было несколько моментов. Во-первых, достаточно резкие противоречия с местным населением, ференкиты, которые не очень одобрительно восприняли приход этих русских промысловиков, купцов, дали очень слабый контроль он в Сибири был не очень силен, но в Сибири, Сибирь в силу того, что это было пространство все-таки непрерывное, сухопутное, да, то так или иначе имелась обратная связь. Была она медленной, очень медленной, но она имела место быть. В том, что касается Аляски, тогда обратная связь была гораздо сильнее затруднена. Когда можно было получить информацию из тех мест? Только с кораблем, который туда пришел. Более слабая подконтрольность, скажем так, она, на мой взгляд, однозначно сказывалась на характере взаимодействия. То есть люди туда прибывшие, руководившие этими партиями, командами, они чувствовали себя менее скованными. А когда речь идет о возможности вполне реального обогащения, а поскольку речь шла о пушлении, о Исаке, то мы этого не можем сбрасывать со счетов, то включались, видимо, уже такие механизмы. Насколько и естественно, в каждой ситуации все зависело от конкретных людей. это неизбежно. Но надо не забывать, что это время немножко неромантическое. Это мы сейчас воспринимаем его романтически, да, с нашим. Большей частью те люди, которые отправлялись и в Сибирь, и на Аляску, и на Кадьяк, это были люди, которые ехали либо за прибыли, либо же они ехали по службе. И было очень немного тех, кто делал это добровольно. Кому бы, собственно говоря, очень хотелось туда отправиться, для того, чтобы сделать что-то светлое, хорошее, доброе. Это тот момент, который начал проявляться, видимо, уже в 19 веке, в значительной степени. Под влиянием развития в том числе литературы, общественных идеалов и так далее и тому подобное. Те, кто ехал в Сибирь либо на Аляску, это были промысловики, задача которых была максимально добыть пушнину, чтобы получить максимальную прибыль. Купцы, задача которых была продать выгодно товар и купить как можно дешевле здешний продукт, в первую очередь, ту же самую пушнину, чтобы опять-таки получить максимальную выгоду. Насколько это было постоянное явление и целеустремленное, я бы сказал, можно просто того же Миллера читать приложение, документ, насколько часто подтверждался запрет для исачных людей продавать пушнину сторонним людям, а для купцов скупать пушнину исачных людей, то сбора исак. Государство стремилось, чтобы лучшая пушнина шла исак, купцы были заинтересованы само собой разумеется скупить лучшую пушнину и это вплоть до того, что просто организовывали досмотр, если у купцов обнаружилась, скажем так, хорошая пушнина, лучше, чем та, что прошла в исак, ее у них забирали. По сути, мы сейчас говорим в данном регионе о борьбе государственной власти и коммерческой инициативе. Это не только борьба, скажем так, это попытки государства ввести, скажем, в русло интересов государственных, деятельности всех групп людей, которые там находятся. И само собой разумеется, в ту пору связь осуществлялась на том уровне, на ком она в ту пору существовала. То бишь, если мы говорим о Сибири, то самый быстрый способ передвижения на собаках, но местами используем рек, само собой, водно-волоковые пути. Если это Аляска, корабли, то реакция на события, она зачастую запаздывала на очень значительный период времени. между событием и реальной реакцией на это событие могло пройти несколько месяцев, иногда и год. Иногда и, в принципе, больше года. То есть, это тоже надо учитывать. Да к тому времени, когда наступала реакция, это событие уже ушло в прошлое. Оно уже дало, скажем, толчок к развитию другой ситуации, которая могла быть хуже, могла быть лучше. Ну, в общем, это такие тоже вещи, которые надо учитывать. Далеко все было. Все было далеко центра. А как, как, в чем было различие в отношениях у государства с местным населением? В том смысле, что когда мы говорим про большую часть Сибири, это население в первую очередь стремились сделать подданными. Ну, то есть, подданными, то есть, гражданами, ну, неправильное слово, в тот момент все-таки подданными Российской империи. С Аляской было ли так же? Или их просто эксплуатировали, не вводя, скажем так, в юридическую систему государства? Ну, с Аляской скорее все-таки второй вариант, то есть, скорее смешанный вариант, прошу прощения, если мы берем территорию Сибири, то преимущественно шел процесс обесачивания, исачные люди приносили шерть, ну, шерть – это аналог присяги. Соответственно, после принесения шерти они подданы российского государства, московского государства, в очередь, потом, позже, Российской империи. Собственно, схема была такая же, как в отношении подданных, скажем, православных подданных, да, с отличиями, естественно, касающимися содержания шерсти, там, и присяги православных. Если менялся правитель, шерть приносилась по новой, потому что, как и присяга, да, потому что присяга и шерть приносились конкретному правителю, то есть, не стране в целом, а конкретному царю, императору, если человек или группа людей оказывались в ситуации воровства, воровство в данном случае не кража, да, воровство – это преступление против государства, то после того, как они принесли повинную, там, либо получили наказание, да, они снова присягали и приносили шерсть. То есть, это подтверждение того, что ситуация их выхода за правовое поле закончилась, они снова прилили. В том, что касается Аляски, сбор Исака там был ситуативным. Эта ситуация где-то, наверное, может быть сопоставлена с ситуацией с чукчами, хотя достаточно условно, естественно. Чукчи жили рядом, с прочими исачными людьми, но после двух неудачных походов их решено было оставить в покое в отношении них, восприятие их, которое позже было сформулировано как условно подданное, то бишь, они не приносили шерсть, они не платили ИСАК, они платили ИСАК в том случае, если они считали, что это им выгодно, то есть, могли прийти на ближайший торговый пункт, там, скажем, их вводили в поле постепенно через торговлю то же самое и так далее и тому подобное. Чукчи обитали в тундре. Тундра все-таки не настолько богатый пушным ресурсом ландшафт, как лес. В тундре, конечно, есть песцы, наверное, еще какие-то волчьи шкуры тоже, наверное, представляли интерес, но гораздо меньше, нежели соболь, куница, белка. Это был один из моментов, который позволял Чукчи оставить условно в покое. Что касается Аляски, то есть там территория, которая была достаточно богата. Вспомним Тотьму, герб которой Черная лисица. Как ни странно, Тотьма, которая находится далеко от моря, дала значительное количество купцов, которые свой капитал составили на добыче и на перевозке как раз-таки пушнины с Аляски в первую очередь. Все-таки в ситуации с Сибирью был гораздо более регулярный и гораздо более выстроенный алгоритм построги, контролирующий территорию, контролирующий сбор ИСАКа. В случае с Аляской мы не можем сказать, что там получили. Собственно, и возможностей для организации достаточно большого количества опорных пунктов там было меньше. И в условиях откровенно негативного восприятия местного населения это было осложнено. Известно, да, неоднократные случаи и нападений на укрепление достаточно значительных боев и так далее. Соответственно, была меньше возможности по объясачиванию реального населения. То есть одно дело, когда сначала Западная Сибирь, потом далее продвигаясь на восток Центральной Сибири обустраиваются остроги, часть которых становится центрами уездов, другие опорные пункты, основная задача которых держать под контролем территории и обеспечивать сбор ИСАКа с населением. Ситуация с Аляской это было не то, чтобы невероятно, это было гораздо сильнее затруднено. Вот в силу того, что это территория за морем в первую очередь, ну и откровенно, скажем так, недружественного настроения местного населения. Поэтому возможность непосредственного, скажем, объясачивания, непосредственного включения населения местного в состав подданных, я думаю, что чем ближе к факториям, опорным пунктам проживали местные жители, тем в большей степени они, в принципе, были включены в эту схему. Торговые отношения, вне всякого сомнения, охватывали гораздо более широкие слои населения. Насколько высок был процент тех, кто хотя бы формально мог считаться подданными российского государства, в данном случае, я не скажу. Но на самом деле, я повторю еще раз, Аляска, Кодиак не являлись предметами моего научного интереса. Хорошо. А насколько по вашим ощущениям и в связи с тем, что вы знаете про другие регионы, насколько возможен был именно принудительный труд таких людей? То есть, одно дело ИСАК, а другое дело условно сгон в какой-то центр власти, в нашем случае это остров Кодиак, и принудительный труд на уровне рабства и так далее? В случае военных действий, восстания местного населения, люди, захваченные в плен, могли быть обращены в холопов. Я среда не пленные. Это происходило на разных территориях. не скажу, что это была очень большая группа, но, тем не менее, такая группа существовала. Часть яс брали в степи, но, в принципе, были из населения. Что касается собственно ИСАЧного населения, то, помимо ИСАКа, были, естественно, другие обременения. В первую очередь, нужно подводную гоньбу, так называемую. То есть, ИСАЧные должны были обеспечить перевоз гонцов, чиновников, направленных поручениями. Это был один из видов нематериальной подателки. То есть, это работа, служба, которую они должны были в рамках своих взаимоотношений с государством выполнять. И очень часто собственно разные группы, это были и башкиры, это были и сибирские ИСАЧные, жаловались на то, что подводная гоньба ложится на их плечи непосильным грузом. Поскольку это же было нерегулируемо. Это же не то, что у вас два раза в неделю поедет человек, и вы должны будет его доставить. То есть, там, в принципе, могла быть очень высокая плотность направлена. Потом были еще нормативы, какому человеку, с каким статусом, сколько подвод нужно предоставить. Кому-то одна, кому-то две подводы, кому-то три. И в любом случае это ситуативно все происходило. И даже при том, что предполагалась уплата подводных денег, они зачастую не всегда компенсировали реальные расходы на эти вещи. Но, что касается непосредственного привлечения исачного населения к работам, их не так много, во-первых, в Сибири. Во-вторых, были истории, когда исачные люди на ранних этапах, кстати, еще в конце XVI века привлекались к строительству того же Тарского Струга. Возможно, это даже не только его, но это не было на условиях рабского труда. Это было, скажем, 50 человек санрианских татар отправляются с тем, что они потом возвращаются обратно, естественно. Были использования людей исачных в службах реальных, то есть их использовали как разведчиков, как для несения караульной службы и так далее. То есть самые разные варианты могли быть. Но вот то, что могло характеризоваться как именно арабский труд, это не та повторяю еще раз, единственная категория, пожалуй, которая туда вполне попадала, это те, кто оказался в плену. В отношении них, да, вполне могло использовать принуждение и прочее. Уже в 18 веке использование на работах самых разных исачных людей, не только исачных, ну, материчных крестьян можно взять, их тоже направили на работы, зачастую мобилизовали, скажем так. И было даже такое понятие, понятие было просто казаки, но по сути это были временные казаки, когда те же самые крестьяны их просто мобилизовали для выполнения каких-то задач конкретных, называли казаками, задача была выполнена, их подпускали домой. По крайней мере, для территории за Урале это была вполне такая рядовая история в первой половине 18-го века. Вот. Это могло быть дополнительным обременением, это могло восприниматься абсолютно негативно, потому что отрывало от обычных дел, прочее всего, но это чаще всего были какие-то срочные работы, срочные в том плане, что людей забирали, скажем, не на всю оставшуюся жизнь, на полтора, два, три месяца, потом меняли команды для продолжения работы и так далее. То есть, это немножко другой характер, это не то, чтобы их лишили свободы и они дальше работали. То, что касается ситуации на Кодиаке, сложно сказать, было ли там рабское состояние этих людей, которые попали, либо же просто это были, скажем, принявшие крещение и, скажем, силуэты, жившие в факториях, выполнявшие работу низкоквалифицированной, потому что другого они не умели, скажем, делать, и находившиеся, скажем, где-то внизу социальной лестницы, либо же это были просто люди, которые нанялись на работу, какое-то время работали, а потом уходили. Не знаю, не могу сказать, честно говоря, но интересно представляется наблюдение археологическое по поводу русских материалов, которые, скажем так, в жилищах местного населения на факториях практически отсутствуют, на поселениях вблизи факторий их крайне мало, а на удалении от факторий их количество достаточно велико. Вот смотрите, я на всякий случай, для тех, кто еще, может быть, не посмотрел это видео, Аарон это трактует так, что у местных, у тех, кто были близко к фактории, близко к центральному поселению, просто отнимали с ними, не нужно было торговать, и поэтому к ним не попадали русские товары, а те, которые были далеко, они были более независимыми, и у них приходилось выменивать тот же самый мех на русские товары, и поэтому русские товары оседали там. У Аарона такая теория, почему вдали есть русские товары от основного поселения, а в столице, скажем так, провинции, там их нет. Запреты, скажем, на продажу металлических изделий исачному населению, они действовали и здесь, ну скажем, башкирам было запрещено продавать, у них были запрещены кузницы, и им было запрещено продавать то, что можно было использовать в качестве оружия, а в идеале вообще железные вещи продавать. Нисколько не удивлюсь, если подобный запрет существовал и в отношении населения Аляски. затем в действии вступает второй фактор купечество торговца, которым, собственно говоря, при всех прочих равных обстоятельствах торговать такими вещами вблизи фактории небезопасно, потому что могут попасть под гнев местного начальства военного и таковоенного. А вот на удалении, где контроля за ними никакого нет, вполне могли торговать всем чем угодно, потому что основная задача получить прибыль максимально. А естественно, что интересовало местное население? Ну я думаю, что много что интересовало, но в том числе и те вещи, о которых они уже хорошо знали, в том числе скажем металлические топоры, не зная насчет приметов вооружения, в том числе огнестрельного в чистом виде, но именно металлические изделия, которые можно было использовать. То есть это возможный вариант объяснения, не говорю, что оно так и было на самом деле. Потому что, повторю еще раз, купечество исходило, в данном случае под купечество понимается вообще все торгующие люди. Многие из них вообще купцами могли не быть формально, не иметь статуса купеча, а кто уже не будет. То есть мы вводим тоже важное наблюдение для меня. То, что мы сейчас здесь должны говорить не о том, что условно русские и их взаимоотношения с местным населением. Мы должны вводить более сложное деление. То есть условно русская администрация, у которой есть свои законы, правила, которые она обязана выполнять, ну в силу того, что несмотря на то, что они хоть как-то далеко от главного начальства, от столицы. Но есть еще и русская администрация, но есть еще и русское купечество, у которого свои интересы и которая, соответственно, по-другому себя ведет. И это тоже накладывает свой отпечаток. Могли себя вести по-другому, не то чтобы... Я не утверждаю, что оно так и было, повторяю еще раз, потому что я не располагаю информацию. Но в той же самой Сибири там, скажем, были промысловики, это люди, которые приходили из России с одной задачей добыть пушнину и уйти с этой пушнины на Русь обратно. И, собственно, это одна из причин того, что пушной зверь в Сибири начал быстро заканчиваться. То есть, поскольку, собственно, у них не было, скажем, никаких резонов этого зверя беречь, да, и заботиться о том, чтобы он оставался на будущие годы. Им нужно было получить прибыль. Здесь и сейчас называется, собственно. И они просто били зверя. Это одно. Второй фактор, это, естественно, то, что ИСАК на место населения тоже был положен, немаленький зачастую. Там пять могло быть соболей, да и девять соболей. В Куницах там тоже не очень мало. Это постоянный, регулярный отстрел пушного зверя на достаточно приличных количествах случался. Но надо не забывать, опять-таки, что помимо ИСАКа ведь были еще другие, даже не поборы, да, а те же купцы, извиняюсь, что они в первую очередь спрашивали за свои товары? Пушнину. То есть, опять-таки, это была стимуляция добычи дополнительного количества пушнина для того, чтобы, все это. Пошел перекос определенный, собственно, и уже в конце XVIII века на некоторых территориях ИСАК брали лосиными шкурами, из которых там сделали детали, скажем, для амуниции армейской, на Урале, в частности. Ну, по крайней мере, часть ИСАКа, часть ИСАКа деньгами брали. То есть, в принципе, меняется ситуация зачастую даже не потому, что не хотели бы брать пушнину, а столько потому, что невозможно было этой пушниной уплатить ИСАК в прежних количествах. Хорошо, я думаю, что последний вопрос. Очень важно, мне кажется, определиться и поговорить вот про такую тему. Арон упоминает русско-тлинкидскую войну и прямые боевые столкновения. Можем ли мы говорить, но при этом как бы совершенно не говорит ни о каком геноциде, про который очень любят говорить, когда мы говорим о колонизации и Сибири, и Дальнего Востока, и Аляски. Вообще, что, в принципе, мы можем по вашему как минимум данному, говорить о том, существовала ли такая идея и осуществлялось ли это? Ну, кстати, тема геноцида популярна, да, сейчас слово геноцид применяется максимально широкому, наверное, кругу событий. Не скажу, что всегда не оправданно, потому что на самом деле история наша весьма разнообразные и богатые на трагические события в том числе, но действительности в отношении населения Урала или Сибири не стояло задачи, как бы сказать, его сокращения значительного, тем более уничтожения, потому что, повторю еще раз, ИСАК это был вполне значимый источник дохода для государства. Соответственно, чем больше налогоплательщиков, тем как бы лучше. там постоянно задача перед воеводом ставилась привлечь новых людей в ИСАК. То есть, давайте, ищите, ищите, не об ИСАЧенных, приходят люди со стороны их в ИСАК кладить, потому что переписка по поводу учета ИСАКа, что у вас тот ИСАК был не очень хорош, потому что и так далее, это обычная совершенно переписка того времени, на самом деле. там другое дело, что была параллельная задача. Я в прошлый раз, по-моему, о ней говорил, поскольку количество русского населения, русского, в широком смысле слова, потому что под русским здесь понимается практически все, кто переселялся из европейской России, увеличилась, увеличилась потребность в продуктовом снабжении. И очень много приходилось вести с Руси, как тогда говорили. Для некоторых территорий московского государства даже существовало именно сбор податей на нужды Сибири. Это было зерно, это могла быть пенька, это мог быть металл, и все это везли через Верхотуре в Сибирь. Все это выходило, естественно, можно сказать, золотым, потому что единственная дорога, официально решенная в Сибирь, и по ней везли все, начиная от продуктов и заканчивая металлическими изделиями, кожаными изделиями, то же самое. Ну, я могу сказать, что во второй и половинадцатого века на русском севере значительное убыль населения, целые деревни запустевшие были, потому что значительная часть людей просто приходила к выводу, что им проще уйти в ту самую Сибирь, здесь реально просто очень для многих просто были непосильные обложения, ну, либо они казались такими, да, скажем. Вот, и, соответственно, задача увеличения запашки наставилась практически с первых лет создания первых городов в Сибири и где-то вот скажем так в начале второй-трети семнадцатого века был найден рецепт, как, собственно, реально можно эту запашку организовать и ее увеличение. Слободская форма расселения. Но здесь необходимость увеличения запашки напрямую сталкивалась с водчинным правом на землю и сачным населением мест. И если, скажем, ставить Слободы в том же Верхотурском, в Верхотурском, в Тобольском, можно было, но не очень много, потому что плодородных земель-то на самом деле там не густ, это северные уезды, а вот тюменские и туринские уезды это просто то, что надо было с точки развития земледелия, потому что земля плодородная и вот там произошел, я бы сказал, массовый процесс такой отторжения и сачных земель в пользу Слобод. Делалось все достаточно как сказать в кавычках элегантно, да, просто дело в том, что воеводы Тобольска и Верхотурья, скажем так, по ранжиру стояли на более высоких ступеньках, нежели тюменские воеводы и туринские. И слободы в Туринском и Тюменском уездах были все практически основаны по наказанным памятям из Тобольской или Верхотурья. Население этих слобод земледельческое, русское, условно скажем, оно подчинялось соответственно Тобольскому или Верхотурскому воеводе и не подчинялось Тюменскому или Туринскому воеводе. То есть это принцип действовавший в 18-м и вообще в 18-м веке, что податное население одной части служило подчинялось тому, в том уезде, где оно платило подать и службу. И вот это противоречие реально было для Западной Сибири оно было очень характерно. То есть практически шло вытеснение иссачного населения с их земель таким образом явочным порядком. Да, но это скажем так было решение задачи мы можем воспринимать ее как угодно. Это объективно назревшая задача. Население есть, испечание этого населения задача насущная и как раз таки благодаря Слободскому расселению к концу 17-го века фактически Тобольский Хлебный рынок отказался от привозного хлеба. Скажем так. Вот мы можем оценивать с разными знаками плюс-минус эти события в зависимости от точки зрения. То, что происходило, то, что задачей ставящейся администрации хоть в столице, хоть на месте не был геноцид населения, это однозначно. Здесь была другая ситуация. То, что последствия этого были негативные достаточно, просто, скажем, уровень жизни местного населения на чьей-то степени падал, естественно. Одно дело, возможность пользоваться угодьями, скажем, огромных площадей, сдавать часть из них в аренду, в принципе, получать просто прямую прибыль, скажем, с этого дела. Другое дело, когда от всех источных угодий остается небольшой огрызок, которого едва-едва хватает на то, чтобы, то есть там, собственно, где-то с 50-60-х годов XVIII века источные люди Тюменского уезда регулярно пишут объяснение, что у нас просто-напросто земель не осталось, чтобы платить иса. Здесь на наших землях поставили слободы, а там южнее на наших землях калмыки качуют и не дают нам охотиться, и палы пускают в лесах, где мы источного пушного зверя били и так далее. Ну, то есть палы-то для качельников обычное дело, выжигается старая трава для того, чтобы новая быстрее росла, но пускай опал, уничтожались многие звериные норы, гнездовья и так далее и тому подобное. То есть, собственно, для калмыков в первую очередь были важны пастбище, для источного населения были важны охотничьи угодья, то есть потеверяющие, хотя казалось бы, эти и другие скотоводы исходные. Вот, так что ситуация менялась, да, и не в лучшую сторону, например, конкретно Западной Сибири, но здесь не в силу того, что была поставлена задача это местное население извести, в силу того, что другие, скажем, вещи были в приоритете с одной стороны, и, честно говоря, еще слабости местной администрации в военном отношении. то есть сил администрации хватало, чтобы держать под контролем местное население источное, но внешние угрозы зачастую, скажем так, стараясь максимально обойти, смягчить, не обострять ситуацию, но те же калмыки, это реально была очень мощная угроза. Они были многочисленны, они в ту пору не были организованы, централизованное сообщество, что в значительной степени спасало, но тем не менее даже отдельных кланов достаточно было для того, чтобы состоять существенную угрозу. Потом возникает джунгарское кандство, и вот джунгары это как раз-таки очень страшная угроза, потому что они могли выставить больше 100 тысяч войска вполне спокойно, и противоставить им просто нечего было, реально нечего, потому что если даже собрать всех боеспособных людей по этим территориям, могли выставить меньше 10 тысяч войск. В действительности вот эта ситуация, когда защитить не могли, но требовали от яссочных людей подчинения и тоже запрещали им провоцировать носителей внешней угрозы, это зачастую приводило к тому, что эти люди просто разбегались, потому что Айлынские татары, один из примеров, их там в начале 17 века было около тысячи иссочных людей, к середине их осталось что-то 200, по-моему, с чем-то. У них был конкретный совершенно конфликт, был набег калмыков, они совершили ответный набег, их за это наказали, зачинщиков бросили в Зиндан, скажем так, им приказали отдать все, все трофеи, да, и весь яссель обратно калмыкам, то есть получилась ситуация, что власти не могут защитить от набегов внешних, но запрещают защищаться самим, то есть и строжайше наказывали всем, чтобы ни в коем случае без команды из центра, то есть из Тобольска в данном случае, никаких ссор с людьми извне не было, чтобы никаких провокаций, которые могли бы вызвать, скажем, негатив с той стороны, получалась очень такая ситуация двусмысленная, то есть них требует ИСАК, государство вообще взамен должно обеспечить им безопасность, но не может ее обеспечить по факту, и при этом когда они пытаются сами защищаться, их наказывают. Ну, собственно, это приводило к тому, что опять-таки количество ИСАЧного населения сокращалось, потому что люди уходили туда, где чувствовали себя безопаснее. Цель любой науки познание реальности. И мне кажется, что эти две программы, посвященные колонизации Америки, Сибири, Дальнего Востока, показали нам, насколько сложными и многогранными бывают эти процессы, насколько разными бывают мотивы конкретных людей, которые складываются в эти процессы. Я благодарю наших соавторов Игоря Чичушкова и Ивана Семьяна за проект Crossroads и всех наших подписчиков. Тех людей, которые являются спонсорами журнала Прошлое и обеспечивают вас и ваших детей качественной, современной, научной информацией об истории. Если вы хотите влиться в их ряды, вы можете оформить платную подписку на нашем сайте прошлое.ком slash donate или воспользоваться сервисом patreon.com если вы живете за рубежом. Меня зовут Михаил Родин, до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok